Уважаемые друзья, что касается нашей сегодняшней с вами встречи, мы о ней говорили еще в марте, в ходе послания Белорусскому народу и парламенту. Мы тогда договорились, что встретимся с руководителями партий, которые пройдут перерегистрацию. Перерегистрацию прошли три политические партии, Компартия, Либерально-Демократическая, Республиканская. Труда и Справедливости, а также зарегистрирована новая партия – Белоруссия. В ходе перерегистрации, будем откровенны, мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны. Белоруссия – молодое, суверенное государство, избранная нами модель управления страной президентской республики, оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения, но особенно то, что эта форма управления приемлет наш народ. Люди должны это не просто понимать, а принимать как аксиомы. К сожалению, на протяжении долгого времени под ширмой демократических форм политического участия, фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. При этом я хочу, чтобы вы понимали, я не против того, чтобы мы в том числе и критически обсуждали те проблемы, которые сегодня существуют. Я не против даже за то, чтобы конструктивно, по-деловому критиковалась власть за те или иные ошибки, или где-то власть оступилась. Проблем хватает, но делать надо это разумно, конструктивно, не в целях разрушения, а в целях созидания. Сегодня уровень доверия политическим партиям невысок. И это не только потому, что народ у нас такой, отчасти это так, но и потому, что мы серьезно не занимались партийным строительством. Время покажет. Но, тем не менее, есть, самое главное, люди активные, которые хотят участвовать в политической жизни страны, проявляют интерес к вопросам общественно-политического развития. С этими людьми нам всем надо работать. Когда несколько лет назад мы заговорили о партийном строительстве, обозначил одно условие – исключительно с учетом национальных особенностей и специфики отечественно-политического процесса. Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный. Как видите, на примере, допустим, Великого Октября, оказывается, и этот праздник может понравиться людям, и мы найдем смысл в этом празднике. Белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов партии перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении, продвижении принимаемых решений. Предназначение партии – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив. Все, что нацелено на созидание. Причем надо понимать, что каждое принимаемое на государственном уровне решение должно удовлетворять одновременно все группы населения – и бюджетников, и предпринимателей, и пенсионеров. Поэтому еще одна задача партии – не разъединять, объединять общество, особенно перед лицом современных вызовов и угроз. Нам очень важно сегодня быть едиными, потому что ситуация крайне напроженная, очень опасная. Мы даже не представляем той ситуации, которая складывается, особенно если посмотреть в будущее, в перспективу. Никто сегодня не может предсказать, что будет завтра. В вопросах партийного строительства нам предстоит пройти долгий путь. Каким он будет, во многом зависит от присутствующего. Государство создало необходимые правовые условия. Партиям предоставлены широкие возможности участия в избирательном процессе. Сегодня обсудим, какие еще нужны решения организационного характера. Ну а потом все дело за вами. Если от меня что-то зависит, пожалуйста, говорите. Будем работать вместе. Но очень актуальный момент, особенно перед выборами, выборами парламента, я достаточно откровенно сказал, что вся вертикаль власти мобилизована на проведение разумно, красиво, достойно парламентских выборов, выборов Всебелорусского народного собрания, ну и через год президентские выборы. Я хочу, чтобы вы понимали, что у нас особенности шоу в том, что идет смена поколений. На смену нынешним руководителям, в том числе и президенту и другим, должны прийти люди молодые, энергичные, но обязательно задача сохранить страну. А ступимся, поверьте, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира. И нам, не дай бог, попасть в мельницу этого передела. Слагаемая успеха любой политической партии, привлекательная идея и, очень важно, профессиональные, политически подготовленные, идейно зараженные кадры, особенно сейчас. Я знаю, и мне приходилось принимать какие-то решения накануне парламентских выборов, есть инициатива со стороны руководителей партии о выдвижении людей, о поддержке их и так далее. Я просто вам советую. Это люди должны быть исключительно государственные, такие, как вот сидящие передо мной руководители партии. И обязательно профессиональные. Можно вокруг себя собрать, как у нас говорят, надежных людей. Но если они будут не профессионалы, вы сразу же опростоволоситесь и опозоритесь перед людьми. Новый парламент будет отличаться от ныне действующего, я в этом абсолютно уверен, я знаю, что такое парламентаризм и что такое быть депутатом, будет отличаться тем, что придется взять на себя большую нагрузку и сыграть серьезную роль в будущем развитии страны. Если честно, то я даже еще и не представляю, какую большую увеличенную роль придется вам сыграть. В трудные времена возьмете все на плечи и будете тащить. Отсидеться никому не получится, поэтому смотрите, чтобы вы рекомендовали и поддерживали в этом выборном процессе достойных и крепких людей. Не надо бояться, если они даже в чем-то лучше, выше вас. Это только в плюс будет. Ну и не забывайте о дисциплине. Партия без дисциплины – это не партия. Сможете выстроить систему, люди к вам пойдут. Нет, никакой административный ресурс не поможет, только навредит, особенно на этапе становления. Что касается моего отношения к партиям, руководители, которые здесь присутствуют, для меня вы все равны, вы патриотичны, и я вам выражаю просто огромную благодарность всем руководителям за ту позицию, которую вы занимаете. Глядя на это, некоторые говорят, что ну опять Лукашенко там что-то придумал особенное. Да не я придумал, мы действительно особые. Мы, я благодарен вам, не деремся друг с другом за что-то. Слушайте, мы всегда найдем место каждому, если будем нацелены и ориентированы в одном направлении. Наша встреча, как я сказал, в канун электоральной кампании, в связи с этим нам надо и мы обсудим участие в ней политических партий, а также ваше видение перспектив партийного строительства.